Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, фундаментальные фоны и то, что влияет на динамику финансовых активов. Сразу предлагаю к делу. На этой неделе у нас два важнейших триггера, суперсобытия. Я уверен, что они повлияют на динамику всех активов без исключения. Ну, на какие-то возможные инструменты это влияние будет более выраженным, в частности, наверное, на рынке нефти, потому что мы будем обсуждать сейчас предстоящую встречу ОПЕК. Честно говоря, в некоторых экономических календарях она по-прежнему датируется предстоящим вторником, но я думаю, что, скорее всего, там просто не обновили информацию, потому что, судя по тому, что я читал, Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Фалит Аль-Фалик согласовали перенос заседания ОПЕК на начало июля, на первое и второе число, потому что сейчас график насыщенный, он совпадает со встречей G20 в Японии в конце этой недели. Соответственно, друзья, мы ОПЕК с вами будем переваривать, наверное, вместе с прочими участниками рынка в начале следующей недели. Но сейчас будем готовиться к этому заседанию, потому что очевидно, что то решение, которое фактически будет принято, повлияет на то, что произойдет с рынком черного золота уже в оставшуюся часть 2019 года. Что касается встречи G20, это уже событие в текущей неделе, пятнице. Почему оно интересно для рынка нефти? Потому что очень долгое время мы по нефтянке отыгрывали идею перспективы замедления глобального экономического роста на фоне усилившегося торгового противостояния между США и Китаем. И вот на прошлой неделе мы получили информацию о том, что страны готовы возобновить переговоры. Но сперва эти переговоры должны пройти, скажем, пройти своего рода и пруф через встречу именно Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в предстоящую пятницу. То есть эта встреча уже подтверждена, обсуждать будут торговые условия, может быть даже потенциальное соглашение, в чем я на самом деле сомневаюсь. Я вообще отношусь к категории тех трейдеров, которые считают, что точка невозврата уже пройдена. И сколько бы ни откладывали, но США все равно ведет пошлины на оставшуюся часть китайского импорта со всеми вытекающими отсюда последствиями, поставив под угрозу товарооборот в процентном эквиваленте около 7-8 товарооборота общемирового. Друзья, я об этом также уже не раз говорил. Поэтому риск, безусловно, того, что замедление мировой экономики, он в конце концов отразится на динамике нефти, он все еще присутствует. Но сперва нам нужно разобраться, друзья, в настроениях по поводу будущих отношений США и Китая. У нас будет возможность сделать это уже в конце этой недели. Если среди вас есть оптимисты, друзья, я не хочу переубеждать вас, но просто советую держать руку на пульсе и быть большими реалистами, и понимать, что если бы были условия и возможности все-таки перевести переговоры в конструктивное русло, это бы уже давно произошло. Что касается стран ОПЕК, то и соглашения. Ну, тоже позиция разнится. Есть и те, кто абсолютно уверен, что соглашение будет продлено. И есть те, кто считает, что соглашение не продлят. На фоне особенно позиции России, которой принадлежит львиная часть, скажем так, обязательства этого соглашения. Ну, в общем, мы в этом также сможем уже окончательно разобраться в начале следующей недели. Поэтому, друзья, настраиваемся на серьезную волатильность финансовых активов, потому что у нас мощные фундаментальные триггеры. Не хотелось бы сейчас мне снова уходить в плоскости прежних факторов, которые мы отыгрывали по рынку нефти. Это данные по запасам, ближневосточный конфликт и угрозы того, что крайне простые отношения США и Ирана, в конце концов, могут перерасти в полноценный военный конфликт. Я думаю, что у нас будет возможность еще сделать это. Пока что, друзья, мы держим какое-то время уже в ожидательную позицию. Я думаю, что ее лучше сохранить. Доллар иена 107.42. Мы тестировали планку 107. Большинство участников рынка, экономистов, инвестдомов прогнозируют, что доллар иена снизится в районе 105. Я разделяю такую же позицию, потому что очевидно, что американский регулятор взял курс на последовательное снижение процентных ставок. Мы в этом убедились на прошлой неделе по итогам двухдневного заседания. То есть, в принципе, реакция доллара ослабления была сопоставима с реакцией вообще на снижение процентной ставки, хотя пока что ключевая ставка фондирования осталась на прежнем уровне в 2,5%. Но самое важное, друзья, на что мы сделали акцент заранее, то, что ФРС действительно впервые за долгие годы отказался от выжидательного подхода к любым изменениям монетарной политики, сославшись на то, что риск торгового неопределенности, промышленный спад и низкая инфляция заставляют действовать в более проактивном ключе. И сейчас многие участники рынка ждут, что снижение процентной ставки произойдет уже в июле. Я разделяю такую позицию, потому что уверен, что на фоне тех рисков, которые были озвучены, рецессия, о которой мы говорили уже, а также на фоне пересмотренного прогноза по инфляции, напоминаю, друзья, то, что ФРС признал, что прежние решения и ожидания того, что индекс потребительских цен доберется до целевого значения, были существенно преувеличены. И сейчас в лучшем случае, когда инфляция упрется в 2% и закрепится на этой планке, потребуется очень много времени, и, возможно, это уже календарь 2021 года, то есть не скоро. На этой неделе у нас темпы экономического роста, личные данные и, точнее, личные расходы, личные доходы, заказы на товар длительного пользования и завтра, кстати, выступление еще Джерома Апаула. Сейчас статистика очень важна для американского регулятора, в частности, если, друзья, на этой неделе мы получим слабые цифры по заказам, по личным доходам, по личным расходам, по ВВП, это будет железо-бетонный фундамент для того, чтобы ФРС снизил процентную ставку уже в июле. Поэтому ловим пару ниже отметки 107, в идеале бы на уровне 105. Евро против доллара, да, растет европейская валюта, отыгрывая слабости доллара, но не забывайте, что по евро есть свой фундамент, который в любой момент может на курсы европейцев очень сильно надавить. Мы в пятницу получили данные по индексам активности в производственном секторе Германии еврозоны. Я думаю, что вы все видели эту статистику. Если нет, посмотрите, цифры остаются ниже 50, указывая на то, что сектор находится в серьезнейшем спаде. А еще лучше подстройте графики. Кстати, сегодня, друзья, на вебинаре, который пройдет в 16.30 по московскому времени, я обо всем этом буду рассказывать и сопровождать графиками, чтобы лучше, скажем, воспринималась картинка реальной европейской действительности, макроэкономической. Также на прошлой неделе на пресс-конференции в Португалии в Синтре Дерраги признал, что теперь политика будет суперагрессивной. Речь идет о возможности снижения процентной ставки и задействования программы количественного смягчения. Последние данные опроса Reuters отмечают, что ЭЦБ снизит ставку в сентябре. Друзья, это уже на ожидании. Сейчас должно бить по позициям евро. Рынок успокоится сейчас в отношении доллара, но просто осознав то, что у доллара действительно горизонт только один. Последнее о снижении. Но сейчас его агрессивно распорвали, можно немножко выдохнуть. И вот тогда все переключатся уже на главный валютный риск. И не забывайте про Италию. И откровенное нежелание этой европейской страны мириться с бюджетными правилами Европейского Союза. К этой теме, я думаю, мы вернемся еще не раз. Фунт против доллара 1.2748. Очень много на рынке было разговоров, что как только на посту окажется новый премьер, он сможет вернуться к обсуждению условий выхода Англии из состава ЕС. Это не так. Председатель Евросоюза Дональд Туск на прошлой неделе отметил, что с новым лидером партии консерваторов готовы, Европейский Союз готов обсуждать текущую сделку, но не менять те условия, которые ранее были согласованы. То есть, в принципе, ЕС уже дал, скажем, вектор движения в этом направлении. Условия, как таковы, пересматриваться не будут. И если все-таки Борис Джонсон станет тем самым премьером, который, скорее всего, им и станет, я думаю, что жесткого Брекзита в конце концов не миновать. Доллар Канализ, друзья, 1.3190. В пятницу мы получили слабый отчет по уроничным продажам. 0.111.1.3 – это, между прочим, задел для более слабых инфляционных ожиданий. Я по-прежнему не готов мириться с идеей того, что Банк Канады может не последовать по пути того же самого Европейского Центрального Банка, Резервного Банка Австралии, Резервного Банка Новой Зеландии, Федрезерва. Банк Канады также будет снижать процентные ставки. И сейчас нужны, конечно же, аргументы для этого, потому что сейчас очень трудно поставить на ослабление канадца на фоне роста цен на нефть и снижения доллара. Нам нужен еще какой-нибудь фундаментальный локальный триггер, который укажет на то, что проблемы в Канаде остаются актуальны. Я думаю, что это пятничные данные по ОВП, потому что по прогнозам нас ожидает цифра в 5 раз хуже, чем в прошлом квартале. 0.1 с 0,5%. В общем, друзья, ждем потенциала отработки, потенциала роста пары доллара канадца. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.